Добрый вечер. Это ЕТВ, телевидение мнений. И каждый день в прямом эфире мы обсуждаем все, что волнует горожан и город, чтобы вы знали. Меня зовут Татьяна Солодянкина. Это программа «Сумма мнений». Сегодня в выпуске. Элита рабочих профессий. Что может повысить престиж образования в колледжах и техникумах? Спецпроект «К дню победы. Дети войны». Владимир Третьяков о жизни в эвакуации. Памятник Свердловскому рок-клубу. Каким он будет и что собираются представить на выставке, посвященной истории Свердловского рока? О музыке во второй половине программы. Сейчас о работе, естественно. Точнее, о рабочих профессиях и о квалифицированных специалистах. Что делать, чтобы выпускники школ стремились поступить не только в вузы, но и в колледжи? Это такой животрепещущий вопрос. Оказывается, после окончания училищ, чтобы они работали по специальности, поднимали экономику страны. И этот вопрос уже решается на уровне правительства. Правительство России разрабатывает план массовой подготовки рабочих, дефицит которых усугубляется кризисом и оттоком мигрантов из страны. По словам главы Миноборнауки Дмитрия Ливанова, в ближайшие четыре года на совершенствование системы среднего профессионального образования будет выделено 8,5 миллиардов рублей. В системе образования необходимо будет решить сразу три задачи. Как давать в колледжах квалификацию, которую требует рынок. Как объединить ресурсы государства и бизнеса для подготовки кадров. И как отслеживать качество подготовки специалистов. Показательным эпизодом, говорящим о качестве среднего специального образования, стал проигрыш российской команды на международном чемпионате рабочих профессий WorldSkills. Теперь все больше и больше колледжей присоединяются к этому движению и с его помощью не только совершенствуют навыки студентов, но и популяризируют профессии. В Свердловской области популяризацией рабочей профессии начали заниматься несколько лет назад, оказывается. Каково качество подготовки кадров сейчас и как привлечь вчерашних школьников в колледжи. Об этом мы сегодня разговариваем с нашими гостями. Я вам их сейчас представлю. Николай Андреевич Доронин, директор Уральского колледжа технологий и предпринимательства. Любовь Витальевна Самсонова, директор Уральского радиотехнического колледжа имени Попова. Алексей Олегович Копенкин, заместитель директора строительно-монтажной организации. И Александр Юрьевич Коквихин, директор Института менеджмента информационных технологий УРГУ. Именно на его базе действует координационный центр движения WorldSkills, региональный чемпионат которого завершился на этой неделе. Уважаемые телезрители, если вам есть что сказать по этому поводу, или у вас есть, может быть, знакомые школьники, которых вы ориентируете после окончания школы поступать в колледжи, а не в вузы, вы можете нам позвонить по нашему телефону и голосуйте на нашем сайте. Сегодня нас интересует, как можно привлечь выпускников в школу, в техникумы и колледжи, платить им высокую стипендию, гарантировать трудоустройство на хорошее предприятие или открыть обучение по одному из модных направлений. Николай Андреевич, Любовь Витальевна, у меня вопрос к вам. В первую очередь, для себя вы нашли этот вопрос? Как, собственно говоря, мотивировать вчерашних школьников для того, чтобы они шли в колледжи? Ну, мы не только вопрос нашли, по-моему, решение нашли. Познакомите нас с ним. Во все времена у человека ценились такие качества, как профессиональное мастерство, как умение что-либо делать хорошо. В детском, юношеском возрасте умение рисовать, быстро бегать и делать что-то ещё. А в определённом возрасте ценится профессиональное качество, как умение что-либо делать уже в должности или в профессии. Поэтому возможность обучающимся проявить свои способности в рамках WorldSkills – это очень здорово и замечательно. И прошедший недавно полуфинал национального чемпионата России показал, что в течение нескольких дней состоялся праздник профессионального мастерства, где действительно студенты колледжей и техникумов могли проявить свои лучшие качества и навыки и продемонстрировать это окружающим. В том числе школьники, которые были и смотрели эти соревнования, они, конечно, видели лучшие образцы, лучшие изделия. И, наверное, у кого-то зародилась идея, а не стать ли мне таким профессионалом. Поэтому мы рассчитываем, что те школьники, которые побывали в колледжах и техникумах на этих соревнованиях – будущее – наши абитуриенты и студенты. – Любовь Витальевна, это такой оптимистический взгляд на вещи. Вам как кажется? – Он реальный, он реальный. – Вот, я хотела вас об этом спросить. – Взгляд реальный. Мне кажется, сегодня особо зазывать школьников для обучения в техникумах и в колледжах, наверное, нет необходимости. – Это почему? Потому что родители – это среднее поколение, это поколение, наверное, 70-х годов, да, когда всех пугали ГПТУ, и все стремились высшее образование получить, только ВУЗ любой ценой. Но поколение родителей, да, сегодняшних наших абитуриентов и студентов, они вполне осознают, что надо проявиться в этой жизни, чтобы получать удовольствие от жизни, от работы. Чтобы получать удовольствие от работы, она должна нравиться и быть хорошо оплачиваемой. И мы сегодня видим, что у нас очень многие выпускники ВУЗов работают продавцами в магазине, да, это, ну, широко так говорится об этом. Это, конечно, не есть стопроцентные, да, выпускники ВУЗов, но 100% выпускников техникумов и колледжей работают там, где они нужны. Если они получили профессию продавца, они работают продавцом. Если они получили специальность системного администратора, они на 99% работают системными администраторами, потому что специальности сегодняшних техникумов и колледжей востребованы и производством, и экономикой, потому что квалифицированные кадры в этих учебных заведениях сохранились, потому что средний возраст преподавательского состава техникумов и колледжей значительно ниже, чем в ВУЗах. То есть у нас очень много работает молодёжи в сегодняшних колледжах. Вот у нас средний возраст преподавательский 42 года, но у нас десятки преподавателей, которым чуть за 20 или около 30. И ребята их воспринимают совсем иначе, чем вот нас уже, да, старшее поколение. Иначе в положительном смысле. В положительном смысле, потому что, ну, всё равно это поколения разные. И донести свои идеи, свои знания, да, мы можем транслировать их. Сегодня ребята не воспринимают простую трансляцию. Им нужен интерес, им нужно понимание на практике. Поэтому в наших учебных заведениях, мы говорим, что у нас практикоориентированные специальности, у нас 60-70% это лабораторные работы, практические работы, практикумы, производственные практики. То есть там, где студент может увидеть, это его или это не его. Когда он сидит просто в ВУЗе, я совершенно не против ВУЗов, мне сама два ВУЗа закончила, да, но когда он сидит просто в ВУЗе, он в основном слушает лекции. И всё-таки ВУЗы должны готовить для научной деятельности, а не для производственной. Производственная деятельность – это техникумы и колледжи. Вот это моё мнение. Мне кажется, родители сегодня это понимают, поэтому больших проблем с набором у нас нет. Я с вами не совсем соглашусь, что ВУЗы оканчивают только теоретики. Но тем не менее, а дети какие поступают? Кого вы ждёте к себе? Ждём, конечно, умных, талантливых, активных, трудолюбивых. Дети поступают разные. Но и мы ведь тоже были разными, когда поступали. На разные специальности разный средний балл. Дело в том, что сегодня нет экзаменов вступительных. Ни в техникумы, ни в колледжи. И мы готовы. Совсем нет никаких экзаменов. Конкурс идёт только по среднему баллу аттестата. Поэтому если, например, специальность. Вот у нас есть информационная безопасность автоматизированных систем. Она красиво звучит. Она вот такая на пике интереса у современной молодёжи. У нас в этом году был 4,5 балл проходной. То есть средний балл аттестата. Бесстроительный. Высокий. А если, например, специальность радиоаппаратастроения, она абитуриентам 15-летним ни о чём не говорит. И когда мы им поясняем, что это работа на предприятиях Роскосмоса, это электронная техника, чтобы наши ракеты никогда не падали, тогда они проникаются. Им это в самом деле интересно. Это же сложные инженерные специальности. То есть вы хотите сказать, что к вам приходят непрофориентированные дети? Нет, наоборот, профориентированные. Но если они не понимают, чем они будут заниматься. Они не всегда понимают. Они сегодня идут на что? На красивое название. Раз. На то, что им посоветовали родители. Два. И вот, например, мне очень приятно, что у нас процентов 30 наших абитуриентов привели родители наши выпускники. То есть мы это тоже анализируем. Нет, дети мотивированы. Студенты-абитуриенты мотивированы. Но, конечно, далеко не все. У нас есть гость, представитель малого бизнеса, где тоже востребованы, собственно говоря, исключительно рабочие профессии, в частности, монтажники. Установка окон, насколько я знаю, да, Алексей Олегович? У нас и направление двери, входные, межкомнатные, напольные покрытия. Кадры готовые к вам приходят после техникумов и колледжей? На самом деле с кадрами проблем нет. Это как бы на первый взгляд. Но вот именно с квалифицированными специалистами, подготовленными, знающими и умеющими не только работать, но сейчас, в данный момент, заказчики довольно-таки требовательны. Это и умение поговорить с человеком, с клиентом, с заказчиком, объяснить все нюансы данного какого-то определенного монтажа, то есть в зависимости от того, в каком направлении человек работает. И как они с этим справляются? Вот, вот тут и начинается главная проблема. Наша телезрительница пишет, где эти выпускники? Никто ничего не умеет. Пришли делать потолок, пробили проводку, элементарных вещей не знают. Ну вот это главная проблема, что монтажников много, но это специалисты, так сказать, в кавычках. Но это же через какое-то время придет? Или люди после колледжа лучше бы им добрать в вузах какие-то знания? Ну, изначально это все равно должна быть подготовка именно в колледжах, именно начиная с теории. Также, если взять пример, вот затронули вопрос окон. В плане примыкания монтажных всех швов, примыкания конструкции к стенам, к проемам, тут уже очень много нюансов, которые... А люди-то обучаемы вообще? Да. В процессе уже работы? Ну, проблема в том, что у нас плохое воспитание, так сказать. В этом главная проблема, ну, точнее, не главная, а одна из основных проблем, что пришли, быстренько сделали и забыли. Вы же о молодых со всеми людях еще говорите? Абсолютно. Вся возрастная категория работает. Вот это и от молодых, и уже люди в возрасте с большим опытом. Ну, вот единственное, что все-таки не хватает именно каких-то теоретических... А давайте мы тогда у Николая Андреевича спросим, почему так получается. Лучшие кадры идут куда-то в строительные компании, в крупные? В малый бизнес они уже не... В малый бизнес то, что остается? Я думаю, что вообще вряд ли кто скажет, что в профессиональном образовании все замечательно, и нет никаких проблем. Но мне кажется, что в целом, в последнее время, концептуально, значит, мы правильный путь выбираем. Потому что, чтобы вот не было такого, когда там что-то не получилось, там какую-то деталь упустили, или проводку, как вы пробили, надо учить специалиста с первых дней вот к такой технической, технологической дисциплине, ответственности социальной, моральной. Потому что никогда не будет человек хорошим специалистом, если у него вот нет таких качеств. Ну, а если говорить о малом бизнесе, о малом предпринимательстве, конечно, там в подготовке этого специалиста есть определенные особенности. Потому что коллега, думаю, согласится со мной, что там человек должен обладать вот полным комплексом всех компетенций технологических, технических, социальных. И, значит, потому что специалист малого предпринимательства не на конвейере стоит, не выполняет одну операцию, а он делает весь комплекс работ от начала и до конца, до получения заказа и до его исполнения, экономического обоснования и предъявления заказчику. И мы подготовкой специалистов малого предпринимательства давно занимаемся, и поэтому мы считаем, что ему надо дать такие компетенции интегративного характера, чтобы он был технически подготовлен и экономико-управленческими, и обладал, так сказать, ответственностью. Это у вас в разработке такой? Или уже, возможно, сейчас включать бывших детей уже? Да, мы давно занимаемся, и в содержании программы эти блоки включаем и уделяем этому очень пристальное внимание. Потому что малое предпринимательство, там каждый специалист имеет непосредственный контакт с заказчиком, с клиентом. И там уже не скроешься за крупной большой организацией. Поэтому мы даем... Начало начинается именно с этики, подготовка еще вот именно этики монтажников, специалистов. Потому что можно любую техническую проблему решить лишь разговором. То есть коммуникативные еще дополнительные данные обязательно. Обучательные программы обучения нужно вводить. Вот малое предпринимательство – это характерная особенность коммуникации. Ну, я думаю, в принципе, мы каждый день так или иначе с этим сталкиваемся всем. Раз мы заговорили о заказчиках, то надо признать, что большинство колледжей сейчас напрямую работают с крупными работодателями. С их помощью совершенствуют свои обучающие программы, как нам только что сказал Николай Андреевич, и материально-техническую базу. Мы сегодня спросили у первого заместителя министра образования области Алексея Пахомова, можно ли найти место в этой схеме малому и среднему бизнесу. Без предприятий малого среднего бизнеса никто не может вложить несколько миллионов рублей для того, чтобы какое-то новое оборудование, которое стоит в этом автосервисе, в этой парикмахерской, на этом небольшом производственном предприятии, такое же появилось в техникумах и колледжах. Поэтому, понимая, что ни мы за бюджет не сможем кардинально обновить везде повсеместно полностью всю базу, второй момент, нет и смысла этого делать в связи с тем, что срок морального старения оборудования в разы меньше, чем срок физического и его службы, мы ориентируемся сейчас на модель дуального образования. То есть это максимальный вынос образовательного процесса практических занятий на базу конкретного предприятия. То есть не приобретать еще один такой же производственный комплекс в учреждении. В учреждении приобрести тренажеры, учебные пособия для того, чтобы дать обучающимся теорию и минимум базовых знаний, навыков, они приходят на производстве, и непосредственное знакомство с оборудованием и обучение работе на этом оборудовании происходит на производстве. Со строителями, видимо, нам все будет понятно. Любовь Витальевна, связисты, как участвуют в подготовке кадров? У нас огромное количество, я объясню, почему я вам этот вопрос задаю, девушки в основном пишут, где ваши выпускники, кем работают, сантехника нормального найти, как врача хорошего, редкая удача. Нам подключали интернет, муж потом все переделал, хорошо, что тоже связист. Повезло. Катастрофа с поварами, все выпускники пирожка уже расписаны по точкам общепита. В общем, к сожалению, мы выпускаем далеко не всех, кого принимаем. Потому что учиться очень сложно. И ребята в школе не всегда мотивированы на сложные дисциплины. Они думают, что так же легко, такая же халява, как поступили, так же легко и дипломчик получат. Нет, учиться очень сложно по любой специальности, по строительной, по сантехнической. У нас электроника, компьютерная техника, очень сложные специальности. Вот на WorldSkills ребята, да, они и создавали продукт, да, от момента идеи, да, до конкретного результата. Это, по сути, инженерная работа. Поэтому, если наши школьники хотят хорошо жить, много зарабатывать, уважать себя, да, ценить свой труд, то они должны быть готовы пахать. Потому что учиться трудно в техникуме и в колледже, в любом, на любой специальности. И если ребята не будут мотивированы, что надо работать, тогда, конечно, их будет не хватать. Они будут мыть машины, они будут стоянки охранять, будут грузчиками работать в магазине, да. Но реальных специалистов из них не получится, потому что учиться очень сложно. Поэтому нужно себя заставлять. Поэтому, когда мы говорим о культуре труда, да, мы должны понимать, что это и добросовестность, и ответственность. Они не готовы иногда на себя брать такую ответственность, да, отвечать за свой результат. Представляю, в 15 лет, какая у них ответственность может быть. А вот мы их 3-4 года учим, вот мы должны из них сделать людей. Мы из них не только специалистов готовим, мы из них людей готовим. Ну, не готовим, а формируем, скажем так, да, вот эту ответственность, добросовестность, усердие. Если раньше нам работодатели говорили, дайте хоть какого мы доучим, сегодня нам говорят, не надо нам хоть какого. Дайте, чтобы он умел, дайте, чтобы он не курил, да, не бегал через каждые 25 минут покурить. А очень добросовестно относился к своей работе. Вот сейчас мы спросим у Александра Юрьевича, потому что на базе ВУЗа работает координационный центр движения WorldSkills. То есть непонятно, почему ВУЗ популяризирует рабочие профессии. Вы не боитесь, что, в общем, студенты ваши же из ВУЗа перейдут в колледжи? Случилось так исторически. В 2012 году, когда движение WorldSkills только зарождалось здесь, на территории Свердловской области, да и Российской Федерации, как раз Уральский государственный экономический университет, Уральский колледж технологий и предпринимательства и Первоуральский новотробный завод стали инициатором этого движения. И сегодня региональный координационный центр движения WorldSkills находится в нашем университете. Именно на площадках университета прошли соревнования по восьми компетенциям. Большее количество принял только Уральский колледж технологий и предпринимательства и Первоуральский новотробный завод. Мы не боимся, что это каким-то образом составит конкуренцию ВУЗу в плане того, что будущие наши абитуриенты станут абитуриентами колледжа. И вот почему. Движение WorldSkills, оно осуществляется по 500 компетенциям. Для справки, у нас в Уральском федеральном округе наш полуфинал впервые в этом году прошел по 41 компетенции. И среди них такие компетенции, которые требуют уж, конечно, высшего образования. Например, в нашем ВУЗе прошли соревнования по такой компетенции, как программные решения для бизнеса, где основными поставщиками участников в том университете. Кроме того, Российский государственный профессионально-педагогический университет подготовил команды для участия в соревнованиях по инженерному дизайну. Это связано с АПРОМ. Как в этот раз презентационные, у нас были соревнования по другим направлениям, в том числе, например, таким, как нормирование труда, кадровое дело производства. В нашем же университете состоялись соревнования по предпринимательству. Важно, что тем самым мы никоим образом и не отбиваем будущих абитуриентов у наших учреждений среднего профессионального образования. Александр Ильич, а как Вы думаете, альтернативой ВУЗу может колледж стать в какой-то момент? Нет. Дело в том, что все мы представляем одну систему, которая называется непрерывным образованием. Здесь важная задача ВУЗа состоит в том, что благодаря своей базе, ну, правда, надо сказать, техническая и даже финансовая база ВУЗов, конечно, лучше, чем база учреждений среднего профессиональных образований. А скажите, а скажите. Готовы поспорить, но, тем не менее, по тем компетенциям, о которых я говорю, ну и, например, по компетенциям ресторанной сервисы, который проходил в нашем университете соревнования. Кроме того, возможности наших коллег, с которыми работает университет, крупнейших предприятий, организаций тоже достаточно велики. И здесь задача ВУЗа не столько составлять конкуренцию, сколько, стараясь подниматься самому, поднимать за собой и учреждения среднего профессионального образования. Вот это и есть система непрерывного образования. Интересно, что есть в виде другое мнение, да, у нашего гостя? Ну, оно может быть не совсем другое, да, но мне кажется, что нельзя объединять эти две системы. Все-таки система среднего профобразования – это профессиональное образование, а ВУЗы сегодня не называются учреждениями профессионального образования, потому что у них немножко другие, как мне кажется, может быть, я и не права, у них немножко другие задачи, потому что на сегодняшний день экономика требует все-таки рабочих рук. И выпускники ВУЗов, они крайне редко становятся за станок, крайне редко занимаются именно рабочим делом. Они все-таки больше разработчики, теоретики. Ну, согласитесь, ВУЗ на то и создан, да, это разные виды деятельности. И на сегодняшний день не хватает хороших квалифицированных рабочих. И когда работодатели это осознают, то они, почему я говорю, что можем поспорить по материальной базе, они начинают вкладывать, что у Николая Андреевича, да, работодатели очень хорошо вложились, нужны кадры, будь любезен, вложись в них, тогда ты их получишь качественные. То же самое, например, в радиоколледже. У нас несколько учебно-производственных центров создано. Их создали мы силами наших партнеров, да, наших предприятий. Там группа компаний «Диалог», «Делинковская компания», «Вектор», «НПО Автоматики». Они в нас вложились. Конечно, мы тоже вложились, да, и материально, и кадрами, и средствами, и бюджетными, и внебюджетными. Но на сегодняшний день в техникумах и в колледжах ребята обучаются на конкретном живом оборудовании. Иногда этого оборудования даже на предприятиях нет. То есть это современное оборудование. Нужны работодателю хорошие работники? Вложись, получишь. Мне кажется, в вузах этого нет. У нас есть вопрос от телезрительницы. На последнем WorldSkills наши заняли последнее место. Это плиточники. В этой работе нет ничего нового. И ваше образование неконкурентно способное, потому что вы не можете выучить даже штукатуров. Что вы можете на это ответить, наши телезрители? Я не знаю, о чем речь идет. Видимо, последний WorldSkills. Последний WorldSkills, если имеется в виду Лейпциг, чемпионат мира? Нет, я думаю, наверное, какой-нибудь региональный этап. А если говорить о прошедшем полуфинале национального чемпионата в рамках Уральско-федерального округа, то я думаю, что человек, приславший такую записку, там не присутствовал. Екатерина? Вы же не присутствовали, да? Я приглашаю Екатерину буквально в понедельник, и я покажу эти изделия, эти сложные виды работ по плиточным работам, которые на самом деле соответствуют высокой сложности. Екатерина, пользуйтесь случаем на самом деле. Ведь это несложно, если вы пишете такие вещи, в общем, несложно убедиться совершенно в обратном. Ну или, по крайней мере, размечать. Потом нам снова написать. Или позвонить. Вообще задания, они разрабатываются с учетом мировых тенденций. И вот что национальный чемпионат, который будет в Казани проходить, что полуфинал Уральско-федерального округа проходил, задания взяты с мировых уровней. Поэтому, значит, они очень высокой сложности. Там есть, если уж Екатерину интересуют такие детали... Там целые есть конструкции, которые предусматривают криволинейную резку, мозаику и так далее. Прекрасно. Видимо, это меня задело заживое. Я вас прекрасно понимаю. Заместитель министра образования Алексей Пахомов тоже его, видимо, задело. И он сформулировал нам еще один не менее важный путь – поднятие престижа рабочих профессий. Давайте узнаем. WorldSkills – это одно из направлений популяризации. Но популяризация, она складывается из чего? Из интереса – это одно, и это дает движение WorldSkills. Но есть и второй мощный блок – это совершенно трезвый расчет и понимание того, что специальность среднего профессионального образования, она дает высокооплачиваемую, стабильную работу. Это тот блок, который заведен в программу Уральская инженерная школа, разработанную по поручению губернатора Свердловской области. Эта программа поддержана президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. И вот этот очень мощный блок того, чтобы абитуриенты и их родители понимали, что если он идет в ВУЗ, получает инженерную специальность и приходит без опыта работы на предприятие, это при прочих равных, где-то в среднем 30-35 тысяч. И он за меньшее время получает специально среднего профессионального образования, приходит, и в течение года полутора его заработная плата начинает превышать 40 тысяч и выше. При работе во вполне современных условиях, достаточно комфортных, и у него имеется перспектива на получение высшего образования, и он уже придется в совершенно другую позицию, чем те, кто выбрал ВУЗ сразу по окончании школы. По-прежнему большую роль в выборе профессии, естественно, играют родители. И удалось ли колледжам убедить взрослых в полезности специального образования? Мне бы хотелось спросить у наших экспертов, потому что Любовь Витальевна вообще, вот в этом смысле классический случай, у нее два высших образования, а ее дети окончили. Ну, сын окончил колледж, а дочь, к сожалению, не окончила, перешла в университет. То есть статистика не сработала? Не сработала. А сын по какой специальности? Ну, сын у нас учился по специальности, квалификацию получил бухгалтер-юрист, а теперь потом закончил юридическую академию, работает в налоговых органах, в областных. В общем-то, состоялся. Он не оканчивал потом дополнительно, не добирал высшего образования? Почему? Юридическую академию закончил. Вот вы сейчас очень хороший такой вопрос поставили. Дело в том, что мы заканчиваем, наши ребята заканчивают техникумы и колледжи, они имеют гораздо больший выбор, чем выпускники вузов, потому что у них есть возможность продолжить образование в вузе раз, работать по полученной специальности два. Если он почувствовал, что это не его сменять, поменять специальность, либо пойти на другую специальность в этом же колледже, в другом учебном заведении в вузе, они имеют гораздо больше возможностей выбора. Во-вторых, у них гораздо больше компетенции профессиональных сформировано, чем у выпускников вузов. Он может и унитаз починить, и плитку положить, может быть, не совсем хорошо, так, как научит Николай Андреевич, потому что мы не учим класть плитку. Но он сможет установить Wi-Fi роутер, он сможет провести слаботочку. Он всему этому научен. У него возможностей гораздо больше. В этом ценности его гораздо больше. Спасибо большое, Любовь Витальевна. Я вас поняла. Я буду, когда подводить итоги нашего разговора, обязательно упомяну об этом, по поводу унитаза, учинить Wi-Fi роутер. Потому что они все у нас в колледже делают. Они у нас дежурят. Они помогают содержать наше здание. Мы их воспитываем. Они занимаются у нас и прыжки с парашюта, и спортивные секции, и чего там только у нас нет. Александр Юрьевич, я прошу прощения, у нас очень мало уже времени, но мне надо спросить у Александра Юрьевича. Вы хотели добавить что-то? Да, действительно, полуфинальный чемпионат прошел здесь у нас впервые. И впервые прошло очень важное мероприятие после этого чемпионата. Руководители региональных координационных центров WorldSkills Уресского федерального округа создали совет. И вот проходило это у нас в университете как раз под руководством Михаила Васильевича Федорова, ректора университета и технического представителя Свердловской области WorldSkills Rush. В дальнейшем задача этого совета это совершенствование подготовки наших команд, команд каждого субъекта Уральского федерального округа. Сегодня из 500 участников, больше половины это участники Свердловской области. Но мы надеемся в дальнейшем, что наш пример, пример наших соседей-челябинцев, где тоже очень хорошо развито движение, позволит развивать это движение и в других субъектах. И к следующему чемпионату будет уже не 41, а значительно больше компетенций. Я тоже на это надеюсь. Спасибо большое, Александр Юрьевич. И наши уважаемые эксперты, к сожалению, время наше уже вышло. Я надеюсь, что у вас достанет сил воспитать большую команду приходящих школьников, а уважаемым предпринимателям достанет усилий встретить их с распростертыми объятиями и понять, что они, в общем, уже квалифицированные кадры. Давайте подведем итоги голосования. Мы спрашивали у вас, как можно привлечь выпускников в школу, в техникумы и колледжи. Сейчас мы узнаем результаты. Я надеюсь. Платить им высокую стипендию 33%, считают наши телезрители, гарантировать трудоустройство на хорошее предприятие 60%, это максимальное большинство, и 7% открыть обучение по одному из модных направлений. Друзья, одно могу сказать, что времена, когда родители говорили, иди в ВУЗ, иначе тебя не возьмут ни на какую работу, безвозвратно, очевидно, прошли. Спасибо нашим экспертам. Мы переходим к другой теме, обратимся к одному из ВУЗов города, начинаем наш проект «Дети войны», посвященный Дню Победы этой истории, воспоминания тех, кто в году Великой Отечественной войны был ребенком или подростком. И первая история от советника ректора УРФУ Владимира Третьякова.